Этих верующих не смущает ветхость стен, хотя порой кажется, что они держатся только за счет полуислевших росписей. Чтобы услышать литургию в знаменитой Барабановской церкви, многие встали с рассветом и проделали путь длиной в десятки километров. Ну, во-первых, старинный же храм очень. Сохранилось вот наверху просто вот эти вот лики. Церковь в селе Барабаново давно притягивает внимание туристов и верующих. Ее построили полтора столетия назад. Это один из старейших деревянных храмов за Уралом и сохранившихся, хоть и в таком плачевном состоянии. Церковь действовала почти сто лет. По словам местных жителей, ее закрыли еще в 50-е годы. Потом здесь был зерносклад. Последние годы храм стоял заброшенным. Второе рождение Барабановской церкви началось в 86-м году прошлого века. Ученики Красноярской летней школы стали приезжать сюда каждый год и как могли поддерживали храм. Священник Алексей Язев впервые побывал здесь семь лет назад. Тогда я не думал, что подобные храмы есть в Сибири. И уж точно не думал, что будет служить здесь. Глядя на дырявые стены, на отсутствующие углы, уже тогда хотелось что-то сделать. Но тогда я был в церкви, в церковной ограде, но еще не служил в церкви. Единственное, что я мог сделать, это помолиться. Господи, поставь сюда того, кто сможет что-то сделать, он будет твоими руками. И вот так получилось, что через семь лет этими руками стал я. Теперь Алексей Язев древлехранитель, ответственный за сохранность древних ценностей. Это новая должность православной церкви. Этим летом он постигал азы новой должности в Москве и все это время непрерывно думал, как спасти Барабановскую церковь. Ответ пришел откуда не ждали, от красноярских байкеров. Этим летом мотоциклисты из клуба «Дикая Сибирь» проезжали мимо Барабанова и увидели церковь и загорелись идеей восстановить ее. Мото-сообщество в городе, в России, оно достаточно сильное и большое количество людей туда входит. И, в общем-то, если кинуть клич среди тех же байкеров, то, в принципе, можно какие-то средства на это дело собрать. Достаточно, я думаю, что будет легко это сделать. Совсем скоро будет создан фонд, который начнет собирать деньги на реставрацию. Но некоторые срочные работы планируют сделать уже до холодов. Это кровельные работы и водосток, чтобы осенние дожди не разрушили то, что осталось. Дмитрий Пименов, Дмитрий Кутьков, Афонтова новости.